здравствуйте вы смотрите проект в гости сегодня с нами настоящий покоритель доски потому что этот человек является одним из лучших райдеров не только в россии но и во всем мире так сегодня с нами максим курглов здравствуйте максим добрый день спасибо что пригласили и и и и и и и и помещаетесь по всему земному шару но расскажите что же привело вас во владивосток вы знаете всю жизнь мечтал посетить эту часть наши необъятные я очень много и действительно путешествую много путешествую по нашей стране много по миру но до дальнего востока так и не добрался но супер моя мечта сбылась меня привело сюда конечно же популяризация моего вида спорта я буду судить местные соревнования буду вдохновлять детей надеюсь мне получится я не сомневаюсь что у вас получится да вот с вами ваша доска в связи с этим вопросом уже как-то опробовали наш ландшафт в владивостокской именно очень классно очень понравилось нереальный город все на холмах похож на сам франциск немножко но в русском стиле архитектура очень колоритное сочетание старого царского стиля и новых бетона и стекла так сказать много спотов очень на самом деле понимаю что всем очень сложно добраться до сюда но всем рекомендую посетить этот замечательный город тут очень много красивых мест для катания для съемок давайте начнем разговору непосредственно о скейтбординге такого глобального события который мы чуть-чуть за кадром затронули то что этот вид спорта стал олимпийским не так давно да это конечно большое счастье большая радость для всех мне кажется самое для моей мамы но она сначала конечно считала мое увлечение просто хобби но потом которое перетекло высокооплачиваемое хобби вы наверняка являетесь одной из главных надежд нашей будущей я стараюсь я стараюсь до последние годы я очень много выступая по миру очень много кубков мира выиграл в разных странах последний в токио был призером сейчас вот в праге в амстердаме вообще как каждые выходные в разных в разных странах это конечно вообще я мечтал о такой жизни мечтала жизни профессионального скидбордиста ну и очень здорово что это перешло на более новый уровень на более новую ступень так сказать понятно для обычных людей что скейтбординг на самом деле это не просто спорт это просто стиль жизни это дух эта культура которая на протяжении многих поколений уже создается как и нашей стране конечно в америке тоже там может быть десятые поколения вот но спасибо спасибо всемирному олимпийскому комитету что добавили наш вид спорта как стоит выстроить вот это вот эти оставшиеся годы да это три года до 2020 чтобы наша сборная имела шансы отлично показаться на этих первых ну как я уже сказал что наша сборная так сказать наши ребята сборная то еще пока образно но все к этому идет наши ребята занимают лидирующие позиции в мире топ топ 5 мировом рейтинге у нас есть все шансы просто нужно мне кажется просто нужна поддержка от государства которая сейчас идет в этом направлении построен вектор уже в эту сторону больше скейтпарков больше мероприятий просто мы живем соревнованиями какими-то событиями как и все мы чего-то ждем о чем-то мечтаем вот ну хотелось бы конечно побольше закрытых площадок потому что в москве в петербурге плохая погода зимой вы все об этом знаете закрытых площадок просто категорически не хватает хороших качественных закрытых площадок то есть на самом деле с появлением вот такого феномена как олимпиада да в нашем виде спорта то есть каждая страна имеет возможность иметь сборную поддерживать этих ребят поддерживать их стремление иметь свой скейт-парк как будет выглядеть олимпийский скейт-парк никто не знает но естественно все классическим фигуры которые сейчас очень популярен уличный скейтбординг это перила большие ступеньки вот этот вид будет представлен в олимпиаде это в этом виде я катаюсь максимум ведь вы уникальный человек не только потому что добились больших успехов скейтбординге но и вы и другие виды досок успешно освоили сноуборд и серфинга я пытаюсь развиваться во всех направлениях мне то что развиваться все в комплексе должно быть конечно у меня очень хорошо стало получаться на сноуборде но я тоже действительно проявил характер очень много времени потратил упорство потому что мне действительно понравилось хотя я начал кататься на сноуборд только потому потому что потому что не было скейт-парка закрытого у нас петербурге нечего было делать зимой у меня была хорошая компания я сначала конечно попадал изрядно у меня это бесило что мне не получалось но все эти трюки были в голове я просто понял как чувствовать свое тело над на доске я понял что это опасно я сначала учился ездить чувствовать свое тело потом за пару лет я все трюки перенес как бы очень быстро я за день учился 10 трюков многие сноубордисты меня недолюбливают потому что я на скейтборде катаюсь но могу сказать что сноубординг очень помог мне и в скейтбординге потому что мой скейтборд стал намного больше намного больше перила я безумный макс поэтому мне нужно все самое безумное вот и мой скейтборд тоже дал свой скилл сноуборде как ну вообще эти два вида спорта они друг друга дополняют очень а третий вид спорта конечно это это корни вообще корни доски корни вообще человека на доске так сказать могу сказать что это очень сложно вообще очень сложное первое я не знаю время ее просто будской это океан так что ты просто думаешь да ну и вообще пойду-ка я на скейт покатаюсь но если чему-то действительно идти поставить цель хорошая как самое на хорошая компания просто в одиночку тут ничего не произойдет ты визуализируешь как твои ребята твои друзья катаются ты думаешь да они могут я тоже могу все реально а так у меня семья моей доченьке уже почти два года вот она уже катается на скейт на сноуборде но я бы не хотел конечно чтобы она прям с головой ушла но я бы хотел чтобы не получалось просто получать получалось получать удовольствие так сказать вот просто ездить красиво для девочек мне кажется самое что ни на есть это серфинг но нужно будет после олимпиады я надеюсь мы поедем к океану ближе к океану вы являетесь своего рода таким показательным примером как раз таки для подростков да примером того что мечта и страсть могут перерастись моя история действительно нечто большее из какого-то фильма но я очень счастлив действительно спасибо благодарю бога что дали мне такую возможность что ну вообще много людей в меня верило и я сам на самом деле больше всего себя верил просто скейтбординг это очень сложный технический вид спорта самый сложный технический экстремальный вид спорта потому что так тебе никак не прицеплено это мышечная память которая вырабатывается годами нужно тысячу раз 10 тысяч раз может быть сто тысяч раз ты должен попробовать один пил чтобы он тебя до автоматизма отработал вот чтобы он запомнился ну и тем более на соревнованиях она эта стабильность это самое главное что там если хочешь выиграть соревнования ты не должен падать самое главное а еще хотел сказать конечно что про мою историю что я родился и вырос маленьком городке чудо в новгородской области просто и до сих пор нет скейт-парка я очень хочу сейчас собрать с миру по нитке с моих партнеров и сделать скейт-парк моем родном городке чудо для детей для нового поколения у меня была мечта я шел к ней я стремился я тратил не знаю 8 часов в день 6 часов день точно катался суд с утра и вечером постоянно иначе никак иначе просто не научиться было сложно сначала могу честно сказать я думаю что вообще прям ну нереально прям мышцы они другие когда и чтобы выработать это это движение так как я не знаю новую картину нарисовать понимаете это очень сложно многие просто от ну не то что отворачивается многие остаются на определенном уровне да 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 не могут прогрессировать многие просто отворачиваются потому что у них не получается дальше но этот момент тоже нужно преодолеть очень проявить характер вы относитесь к кому поколению райдеров которые учились еще ну можно сказать так сказать по каким-то фильмом да по обрыв конечно 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 не было такого открытого доступа не было такого огромного количества хорошего снаряжения которые сейчас не было да не было интернета не было вот этих обучающих видеороликов как вам кажется вот это новое поколение райдеров у которых как раз таки есть доступ и классным доскам и в интернете полно всякого видела в этом смысле у них динамика прогресса и вообще площадки скейт-парки как бы первая плаза в моем городе в санкт-петербурге бетонная плаза да было построено три года назад это большой минус все уже давно катаются бетонных скейт-парков но это истоки как в калифорнии все все скейт-парки бетонные в америке нет деревянных скейт-парков они просто не понимаешь такое скейт-парк деревянный у нас любители построить деревянный несколько раз его еще заменить фанеру нужны бетонные скейт-парки ну сейчас конечно огромное количество площадок в москве просто не там больше семи на бетонных скейт-парков но ни одного закрытого нет представляете могу сказать что сейчас радует мою душу это то что всю москву перестраивают полностью меняют теперь асфальта москве больше нет теперь мрамор гранит москва теперь центр мирового скейт-бординга действительно все иностранцы которые приезжают они просто пищат они не могут поверить что такое возможно я бы очень хотел делать в скором времени фестивали международные чтобы привозить как можно больше иностранцев россии двухтысячных очень много иностранных команд и приезжала в россию путешествие потому что это демо но они делали шоу для детей делали шоу для меня который до сих пор не могу забыть мы должны делать также поэтому я здесь во владивостоке а вас больше привлекают мероприятия в которых присутствует соревновательный момент то есть какие-то контесты или же конечно или такие вот исследовательские истории всему свое время просто многим не нравится на соревнованиях участвовать многие не верят в себя не верят свои силы просто мне нравится соревновательный дух это вам нужны эти вызовы да прикольно прикольно да я на самом деле я не то что я не соревнуюсь с другими ребятами соревнуюсь с самим собой если я делаю свои трюки я выигрываю если я падаю я не выигрываю я соревнуюсь только сам собой можно так сказать а так конечно соревнования это экстра деньги хороший призовой фонд он не может не мотивировать это экстра деньги для моей семьи еще один достойный стимул для тех кто думает они сделают ли мне скейтбординг своим стилем жизни действительно это большой путь я прошел чтобы добиться такого уровня чтобы соревноваться там где-то на олимпе и каждый день я прогрессирую каждый день учусь новые трюки делать я действительно стараюсь но здоровом теле здоровый дух должен быть не по неотъемлемой частью является зарядка растяжка правильное питание тут все должно быть в комплексе мне уже 28 лет но я чувствую себя на 20 если честно те кто видят вас с экрана какой бы вы дали совет именно молодому поколению скейтбординг он многогранен понимаете ты можешь просто ехать на лонгборде по дорожке девочка мальчик ты неважно просто получать удовольствие потому что когда тебя доска несет ты свободен ты ни о чем не думаешь это одна часть скейтбординг одна сторона медали так сказать а другая действительно это упорство и ну это вера в себя просто маленькие победы каждый день когда ты учишься делать новые трюки ты больше доставляешь себя больше уверенности в себе ну это просто наглядно что ты поставил перед перед собой цель ты ее добился поставил другую ты ее добился и вот так все это стимул в жизни это сама жизнь вот и все если действительно чего-то захотеть то она обязательно получится это часто говорю но это так ну хорошо давайте будем потихонечку завершать желаю вам успехов спасибо спасибо обязательно будем болеть за нас в токио да и только посмотрите я каждую неделю где-то каждый день где-то там где-то там где интересно везде я везде спасибо всем спасибо очень приятно владивосток из и и Субтитры сделал DimaTorzok